Дмитрий Сергеевич Бронщик, Голомендарь, Голомендарь, пожалуйста, ваш комментарий, пожалуйста, мне что-нибудь. В комментарии. Вопросы, пожалуйста. Скажите, Степанин Збери из «Парновин» в заявке сегодня с установления «Ковалевка»? Травмируем. Еще раз. Травмируем, травму. Голомендарь. Еще раз. Дмитрий Сергеевич, первый вопрос. По игре. Мне все-таки нет чувства расстройства, скажем так, и настроения тем, что не удалось поквитаться за поражением Бориса. Поквитаться? Да. Ну, потому что по игре... Вы знаете, я такими категориями не мыслю. Поквитаться, не поквитаться. Это же не коза монстра какая-то, чтобы мы тут квитались с кем-то или не квитались. Выиграть же... Так, взять реванш. Взять реванш, но все равно это то же самое, мы же говорим об одном и том же. Нет, то, что по квитации. Я не пытаюсь даже мысли такой категории, говорить об этом. У нас есть свои цели, у нас есть свои желания. И тут вопрос ни в коем случае... Мы не должны говорить о том, что было у нас в апреле или в марте. Мы должны говорить о том, что у нас есть сегодня, и что мы хотим сегодня добиться, и что мы хотим в ноябре пить. А ни в коем случае не думать о том, что поквитаться, не поквитаться. Но просто хотели выиграть. Да, действительно хотели выиграть. Почему не выиграли? Ну потому что где-то не забили, где-то пропустили. В первом тайме, скажем так, защитники не очень удачно играли, выпали. На то, может быть, есть и свои причины. Соперник мотивирован, был нападающий, мощный, хороший. Второй момент, это... Это пауза, тоже Левицкий, два месяца, можно сказать, без игры. Это влияет? Конечно, это влияет. Вот. И сейчас при нас тоже было понятно. Играем, не играем, играем, не играем, играем, не играем, играем, не играем, играем, не играем. Вот. И вопрос немножко, микроцикл тоже запросил. Ну, понятно, что это все в той или иной степени влияет. Как бы там ни было, пускай бы и три дня назад играли, но они играли. Они играли, да, и то они играли с Брестом, они играли с Батуми и так далее, и так далее. Мы, когда последний раз играли, сложно вспомнить. Ну, сегодня, во всяком случае, проводили команду аплодисментами. Это редкая команда. Поэтому, вот, все-таки, настрой был такой боевой, и кто прошел сегодня, не пожалелся. Я имею в виду с болельщиком. Вы знаете, я сожалею о том, что мы играем дома, и редко, как вы говорите, да? Мне казалось, что это достаточно часто. Но, возможно, вы на трибуне находитесь, вам кажется, что это, ну, вы думаете, ну, вы констатируете, что это редко. Но, к сожалению, только потому, что, зима мы не играли на выезде, но все-таки везде проводят аплодисментами. Вот. А почему тут? Ну, я не знаю. Наверное, ожидание, вопрос и желание. Желание, чтобы и Батай выиграли, но мы забыли о том, что это Батай. Это, как бы мы ни говорили, это все равно топ нашего русского футбола. Это действительно так. Хорошие футболисты, замечательно нападающие в целом, замечательный коллектив. И вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok